Накануне фестиваля, известного по всей России, посвященного нашему земляку, замечательному поэту, общественному деятелю, фронтовику Михаилу Александровичу Дудину, в городской центральной библиотеке состоялось открытие выставки учащихся из-за студии Центра детского творчества под руководством Владимира Журавлёва под названием «Поэзия Дудина душою художника». На мероприятии присутствовали юные авторы, их родители, друзья. Открытие началось с приветственной речи директора библиотеки Тамары Кулагиной, которая рассказала о значимости выставки для культурного развития города. Она вручила Владимиру Сергеевичу благодарность за многолетнее сотрудничество. Затем слово взял сам художник и его ученики, которые рассказали о своих работах, представленных на выставке, и поблагодарили за интерес к их творчеству. После официальной части гости смогли познакомиться с экспозицией, состоящей из двух десятков работ. В основном это иллюстрации к стихотворениям. А вот Оля Трофимова предпочтение отдаёт портретам. Ей 11 лет, в ИЗО-студии она занимается шестой год. Ну, я люблю рисовать портреты и вижу в этом, ну, своё призвание, что ли. Вот. Мне портреты, в общем, больше нравятся. Поэтому я нарисовала портреты. Было интересно рисовать его лицо, было интересно его передать черты лица. Вот, какой вот сон был. Выставка получилась серьёзной, сдержанной, строгой. И в то же время очень спокойной и доброй отметили сотрудники библиотеки. Прежде чем приступить к работе, юные художники серьёзно готовились, читали стихи Дудина. Это иллюстрация к стихотворению Михаила Дудина, нашего земляка, которая называется «Песни знакомой девочки». Работа названа в честь двух строчек. Я нёс её в госпиталь. Белая сирена в потёмках отбой. Данное стихотворение иллюстрирует образ лирического героя, который нёс на руках раненую девочку лет пяти в госпиталь. Далее стихотворение повествует нам о том, что образ девочки, который спас юридический герой, сопровождал его всю жизнь. И он мучился, жива эта девочка или нет, он мечтал узнать о её судьбе. И именно поэтому я решила изобразить на своей работе девочку, только не в реалистичном формате, как многие привыкли видеть, а сделала образ даже чем-то похожего на привидение, чтобы показать вот эту лёгкость и жизнь, которая сейчас на грани. Также на картине изображена сирена, так как в стихотворении сказано, что белая сирена в потёмках отбой. Эти действия происходили в блокадном Ленинграде, в горьком Ленинграде, где как раз девочка и погибала. Руководитель из-за студии Владимир Журавлёв представил несколько портретов как самого поэта, так и его друзей поэта, в которых он переводил. Получилось так, что мои предки из деревни Ефаново, это совсем прямо рядом с клевнем, и я пацаном бегал по этим же лугам, по этим же полям, купался в тех же речках долгое время. Судьба меня свела так, что я и ходил и во Франции, был в тех же городах, в городках и пригородах, в которых бывал и Дудин, только я тогда еще об этом хорошо не знал. Основные-то сведения о нём я, конечно, получал в городе Ленинграде, в котором учился и в котором, как очень часто бывало, этот город мне очень нравится и сейчас, хотя его назвали теперь Санкт-Петербург, но для меня это всё-таки осталось Ленинградом. Ну а то, что ребята сотворили, от меня, конечно, просто очень рады. Вообще, мне нравится их напористость, нравится их разнообразие, как они работают, они все работают по-разному. Их идеи иногда даже и я заимствую для своих, скажем так, полотен, потому что, да, действительно, их фантазия просто неисточима. Почему я нарисовал портреты вместе с иллюстрациями его стихотворений? Это люди, судьба и биографии которых тоже интересны неимоверно. Это судьбы, которые связаны с судьбой Михаила Дудина, с его деятельностью, как литератор в Союзе писателей и на международном поприще. Это поэты, которых он переводил. Переводчики с других языков у нас очень ценятся тем, что это очень такой сложный труд. Надо и сохранить дух стихотворения или прозы, да ещё и выдать что-то своё, что тебе дорого. Да и сами эти люди очень интересны сами по себе. Надо отметить, что в фойе второго этажа библиотеки любители рисования регулярно выставляют свои работы. С ними знакомятся многочисленные читатели, участники различных мероприятий. И новая выставка, несомненно, вызовет также большой интерес посетителей. Светлана Баварская, Виталий Узгоренко с телеканал Форманов ТВ.